Маленькими шажками мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Утеплённый дом с кровлей качественной, подвалами чистыми. А ещё новые стояки, благоустроенная придомовая территория и многое-многое другое. Образцовым дом на улице Пономарёва, 12, Елена Бахтина сделала за 15 лет свои работы на должности председателя ТСЖ. Владимир Солодов вместе с депутатом партии «Единая Россия» Анатолием Керносенко посетили товарищество собственников и оценили проделанную работу. Я искренне был поражён тем, насколько хозяйственно, заботливо и уютно дом обустроен благодаря созданию товарищества собственников жилья. Безусловно, школа грамотного потребителя – один из очень успешных примеров партийных проектов, которые реализованы по существу и на практике. И, собственно, здесь этот дом – это практический результат этого проекта. Таких домов много по территории города, он не один, и хочется, чтобы их становилось ещё больше. Председатель дома прошла курсы ЖКХ «Контроль» и окончила школу грамотного потребителя. Теперь свои знания проверяет практикой. Так, например, благодаря утеплению здания, жителям удалось достичь существенной экономии по оплате за коммунальные услуги. Она составила более 20%. Мы всегда участвовали в конкурсах, в программах, все, какие возможно были, я везде, хоть как-то, потому что мы на собственные средства не могли бы это всё сделать сами. Это было невозможно. И только в 2010 году по фонду реформирования ЖКХ мы поменяли все стейки. И вот тогда за зиму мы заплатили на 400 тысяч меньше. В РКЦ печатают квитанции, электрик по надобности приедет. Всё заменено, всё работает. Нет аварийных... Вот сегодня мы прошли, вот по подвалу, всё сухо. То есть, если какая-то влажность, я вижу даже по струечке, или конденсату по струечке воды из-под двери. Я это всё вижу, я чувствую по запаху. То есть, это уже так всё наработалось. В образцовом доме на Пономарёва-12 работает и отделение Красного Креста. Оно оказывает социальные услуги населению, благодаря субсидии от государства. Сейчас здесь проживает 12 человек. В рамках объезда Владимир Солодов оценил и работу отделения. Вместо того, чтобы содержать отдельные учреждения, мы, как государство, передаем эти функции частным организациям, благотворительным организациям, в данном случае Красное Крестовое подразделение на Камчатке, создаёт условия для проживания людей старшего возраста, тоже очень продуманное, комфортное, вплоть до возможностей изготовления поделок, создания уютной, практически домашней атмосферы. Ну, а в отношении товариществ-собственников жилья, конечно, будем стараться развивать этот опыт. Многие годы уже работает школа товариществ-собственников жилья. Ну, будем анализировать её результаты. И очень хочется, чтобы таких домов, как этот, в Петропавловске-Камчатском, было больше. Сегодня курсы ЖКХ-контроль и школа грамотного потребителя – успешные проекты, реализуемые в регионе. Больше тысячи человек уже прошли обучение. Не первый год камчатцы учатся рационально использовать коммунальные услуги и осваивают азы управления в сфере ЖКХ. Информационное агентство «Камчатка».